Нечестная конкуренция, несоответствие тарифов и нелегальные перевозки – главные проблемы нынешней системы пассажирских перевозок в Донецкой области. Об этом говорили участники совещания, которое прошло в облгосадминистрации. Председатель администрации Сергей Тарута пообещал представителям автотранспортных предприятий, что теперь конкурсы будут проводиться прозрачно, с привлечением общественности и средств массовой информации, что позволит избежать лоббирования интересов отдельных компаний. Обеспечивать равный доступ, чтобы не было никаких кулуарных договоренностей. Нам они с Андреем Ивановичем не нужны, поверьте. И все остальные будут работать в нашей идеологии. Что касается нелегалов, то по мнению губернатора им нужно предоставить возможность участвовать в конкурсах, побеждать и работать на законных основаниях, чего раньше не делалось. Проблема нечестной конкурентной борьбы и многих перевозчиков не допускали конкурсу. И они сегодня, в основном это касается города, осуществляют эти незаконные перевозки. Мы выработаем механизм, в данном случае, амнистии определенной. И те, кто имеет полное право получить разрешение, сертификацию, мы дадим возможность им на равных правах участвовать в предстоящем конкурсе. Самая болезненная тема – повышение тарифов на пассажирские перевозки. На некоторых маршрутах они не менялись с 2010 года, утверждают перевозчики. За это время выросла стоимость топлива и запчастей. В администрации пообещали рассмотреть предложения транспортников. Мы эти расчеты рассмотрим. По каждому будет сделана аналитика с точки зрения качества перевозок. Я думаю, что мы здесь найдем компромисс, чтобы люди не почувствовали какие-то сильные колебания в цене. Ну и качество выросло. Перевозчики должны в течение 10 дней предоставить новые расчеты тарифов, после чего администрация в течение месяца их рассмотрит и только тогда будет принимать или не принимать решения по повышению стоимости проезда. Так что ожидать каких-то перемен стоит ближе к лету. Сергей Болдрев, Первый муниципальный.